Мы сейчас живем в период серьезных ограничений, санкций. К ним начали готовиться заранее, потому что 2014 год показал, что введение санкций против финансовых институтов, против организаций, компаний – это реальность. И санкционная риторика, которая была страной западных стран, заставляла нас готовить финансовую систему к возможным рискам, обострению рисков. Собственно, это сейчас произошло. Мы за период 2014 года ввели целый ряд бюджетных правил ограничений. Это бюджетные правила. Мы накапливали, с одной стороны, подушку безопасности, с другой стороны, мы контролировали уровень расходов бюджета, чтобы в условиях высоких цен не создавать лишние обязательства. Мы подготовились и по финансовой системе. Мы создали свою систему аналог SWIFT, это система передачи финансовых сообщений. У нас создана своя система платежных карт, виза. Вместо визы и мастер-карт у нас работает карта МИР. Поэтому в этой части мы подготовили финансовую инфраструктуру, и она сейчас работает. Это важно тоже. Конечно, мы сейчас столкнулись с дополнительными финансовыми ограничениями. Это ограничения на банке, это ограничения и на финансовое взаимоотношение с инвесторами. Мы в условиях санкций после 24 февраля мы приняли целый ряд мер, которые позволили обеспечить стабильность финансов. Мы ограничили потоки капитала из страны, мы поставили здесь заслон, и ограничили давление на курс в этой связи валюты. Да, сначала рубль резко просил по отношению к другим валютам. Сейчас мы видим обратную тенденцию. Ситуация с финансами, я считаю, что находится под контролем. Еще раз повторюсь, мы контролируем потоки из страны валюты и стимулируем всяческие привлечения ресурсов на территории Российской Федерации. То есть курс у нас стабилизировался, и мы сейчас принимаем все меры о том, чтобы он был уже прогнозируемый для участников внешнеэкономической деятельности. Это важно. На наш взгляд, не столько важно, на каких параметрах курс, сколько важно его предсказуемость. Сейчас создаем условия для такой предсказуемости. Это первое. Второе. Инфляционный шок у нас случился, и мы его стабилизировали, и для нас эти санкции привели к тому, что вместо роста экономики, мы в текущем году ожидаем ее падения. Да, конечно, падение не такое, как некоторые западные аналитики прогнозировали. Пока, по прогнозу, это чуть меньше 8% падения экономики, мы ожидаем в текущем году. Все это, все, что делает сейчас правительство, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозируем. Продолжение следует...